Всем привет, с вами Прео. Эссенции это действительно классная вещь, замечательная. Эссенции ротируются, эссенции подбираются под определенный класс, под определенный спек, под определенные кейлевые ситуации. Есть у нас эссенции соло-таргетные различные, есть ауешные, есть направленные на деф, есть те, которые направлены просто-напросто на скорость передвижения нашу. Эссенции это классно, это круто, у них есть 4 левела. Зелененького цвета это эссенции 1 левела, далее синенькие это эссенции 2 левела, далее эпические это эссенции 3 левела, ну и легендарные 4 левела. Легендарные эссенции имеют при себе самую обычную, интересную какую-либо анимацию. Так собственно речь сегодня пойдет об эссенциях 4 левела, а именно об интересной ачиве. Есть достижение, которое дается абсолютно за все эссенции 4 уровня. Наградное звание Защитник Азерот. Да, это классно, это круто, но давайте так просто немножко подумаем о том, что нужно сделать для того, чтобы получить эссенции 4 левела. Поехали. Бесформенная бездна, неолота, вздох умирающего, прокачка репутации в Ульдуме и к тому же еще нужно сундучки делать на дополнительную репутацию. Воспоминания о снах наяву нужно дейлики делать с мопцами, которые находятся в Нажитаре и нужно очень-очень-очень опыта много в них влить. Искра Вдохновения, откуда она у нас лутается, довольно-таки такой интересный вопрос. Бойму сведений, да. Далее, Кровь Ворога нужно 100 тысяч очков чести набить. Тут хорошо, есть вариативность. Можно набить с, например, ПВП, Экспедиции. На потасовках можно отбить всю эту честь на полях боя и эпических полях боя. То есть, есть вариативность и это реально круто. Раскаленный Тигель, наверное, самая легкая эссенция. Нужно всего лишь 70-й левел шеи апнуть. Сущность Радужного Кристалла, нужно пройти все пятнашечки в таймер. Введение Совершенства, нужно Мехагон закрыть в героическом режиме. То есть, полностью пройти его и при этом выполнить определенные условия на каких-либо боссах. Далее, Высвобожденная Сила. Это эссенция, которая дается за прокачку репутации с Мехагоном. И там нужно еще сундучки за дополнительную репу открывать, которые там по 10 тысяч репутации. Протокол Отчищения. Такая же история. А, окей. Протокол Отчищения. Это Мехагон. Высвобожденная Сила. Это в Неджатаре. Немножко перепутал. Раздоры Противостояния. Это 2 400 ПВП нужно апнуть в любом брекете. То есть, РБГ 2-2-3-3. Резонанс Крови Мира. Недавно, то есть, получается, начиная с этой среды, да, все верно, подкрутили шанс дропа на 4-й левел этой эссенции. Все верно. Я закрыл экспедиции недельные, лутанул карту, и мне сразу же выпала лучезарная Кровь Мира. То есть, 4-й левел будет получен довольно-таки скоро. Но это не та эссенция, которую хочется быстро лутать. Лучше бы повысили дроп шанс на высвобожденную силу и Протокол Отчищения. Ну, окей. Хватит нытья. Далее. Концентрированная жизненная сила — это у нас Вечный Дворец. Чтобы апнуть 4-й левел, нужно мификас шара убить. Пространственная рябь — там нужно достижения сделать на то, что в состоянии убийцы лутануть 25 ящиков, которые являются аэрдропом. Иначе их такой довольно-таки интересный. В целом, вот эти связанные PvP-достижения, они реально сложные. А суть-то вся в том, что почему все сейчас будут заниматься этими эссенциями. Ну, окей, ладно, те, кто хочет. В дополнение Shadowlands достижение, связанное с поднятием всех эссенций до 4-го левела, будет удалено. Следовательно, звание Защитника Зерот станет недоступно. Грустно? Грустно. Как-то знаете, играешь в дополнение, хочется взять от него абсолютно всё. Поэтому, да, надо делать в ближайшее время. Я как представлю то, что мне нужно будет заниматься этими PvP-вещами, я просто это не представляю. Ну, то есть, как? Как вообще? Как играть PvP? Я не знаю. То есть, это нужно найти какого-то человека, который будет меня терпеть, который хотя бы может кнопки нажимать хоть как-то и с ним апать. Ну, не знаю. Идеи вообще мало. Странно всё это. Грустно чуть-чуть. Окей. Надо просто потихоньку этим заниматься. Ну, а вы, если хотите тоже всё это реализовать, то делайте дейлики, делайте локалки. Потому что все эти эссенции, которые падают с рандомных сундуков, шанс у них очень мал. То есть, я, наверное, вскрыл там сундучков 40 с ржевоболтами. Может быть, столько же с жатаром. Ну, окей, 30-40. И, то есть, нету, просто нету 4-го левела эссенций. Это грустно. Реально грустно. Про танковские ушладные эссенции не буду рассказывать, откуда они лутаются. Вы сами можете это всё прекрасно прочитать. Но чисто хотя бы по основным дамагерским, я думаю, информация довольно-таки проста и ясна. Такая вот мысль на текущий момент. Дайте знать в комментариях, будете ли вы апать эти эссенции, или они вам вообще не нужны. Я думаю, наверное, даже некоторые люди просто подписку стопнули до Штоу Лэнса. Но, может быть, может быть, это довольно-таки хороший момент с целью того, чтобы оплатить и там добить парочку эссенций. В целом, да, если нету парочки эссенций, то можно всё быстро реализовать. Но если делать всё с нуля, это займёт какое-то время. Довольно-таки, наверное, даже продолжительное. Мой монолог окончен. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании и о совместных рейдиках. До скорого!